За состоянием самарских дорог следят круглый год. Более двух тысяч квадратных метров асфальтового покрытия уже привели в порядок. Работы ведутся ночью. Сейчас поток машин гораздо меньше, чем днем. За одну смену бригада успевает отремонтировать более ста квадратных метров дорожного полотна. Зимой, когда на улице минусовая температура, капитально обновить дороги не получится. Такова технология. Сейчас возможен только ремонт картами. Покрытие меняют лишь на тех участках, где оно полностью пришло в негодность и может угрожать дорожному движению. Жидкий асфальт температуры в 190 градусов застывает за несколько минут. Разборка старого асфальтобетонного покрытия в районе разрушения. Удаление лишних грязи, льда из-за разрушений. И последующий этап – это заделка карт именно литой асфальтобетонной смеси. Данная процедура позволяет устранить аварийно-опасные разрушения, то есть не допускать ДТП на проезжей части дорог. Самарские автолюбители изменения замечают сразу. Конечно, хорошо, потому что когда дороги ровные, ездить на них приятно. Колеса хоть не попадают в выбоины. Едешь спокойно, ровненько и все. Особое внимание при ямочном ремонте уделяют Кировскому и Советскому районам города. Здесь больше всего проблемных мест. Но когда погода ведет себя непредсказуемо, рабочие, словно дорожная скорая помощь, готовы выехать в любую точку Самары. Вот эти вот колебания температуры от плюс 2 до минус 20, оно рушит все дороги. Это вот там, где не было ремонта. Есть вопросы по Раките, есть вопросы по промышленности. По промышленности сегодня мы устранили. Я знаю, есть большие ямы по Некрасовской, тоже дали команду устранили. Работу на самых сложных участках обещают закончить аккурат к Новому году. Алина Чемерс, Станислав Левин, Максим Гусев. События. Алина Чемерс.